Ненастная погода за окном – отличный повод закутаться в теплый плед и погрузиться в мир захватывающих историй. Сегодня все неравнодушные к чтению отмечают Всемирный день книголюбов. Празднуют литераторы и издатели типографии и книжные ласки. И, конечно же, сами читатели. Домашняя библиотека – удовольствие, но не из дешевых. На помощь приходят общегородские. Сегодня в Химках работают 14 библиотек. Сотрудники утверждают – вопреки стереотипам читают люди всех возрастов. Выбирают разные. Старшее поколение любит историческую литературу, подростки, фантастику и любовные романы. А вот детективы и классику читают все. Достоевский – это вообще всегда. Он, конечно, такую планку и задал, и его читают все, мне кажется, во всем мире. И у нас до сих пор читают разного возраста люди, разные произведения. Опять же, читают Гоголя, ну и, естественно, Виктор Гюго, возможно. Вот, он у нас как французский классик, тоже его читают. Место не только для чтения, но и для знакомства с интересными людьми. В 2017 году Химкинская библиотека номер 3 на юбилейном попала в губернаторскую программу перезагрузки библиотек. Ее полностью реконструировали, теперь это библиофонд. Здесь читальный зал, компьютерная зона и даже мини-кинотеатр. Новый подход предполагает свободный доступ ко всему фонду. А если нужной книги не нашлось, читатели сами делятся друг с другом. Один из вариантов бюджетного чтения – это буккроссинг. Здесь каждый может забрать любую понравившуюся книгу, а взамен оставить что-то свое. Вот, например, я принесла «Краткую историю времени» Стивина Хокинга. Очень надеюсь, что кому-то эта книга пригодится. Какой подход разделяет Виорика Остапович? Страстное почитательство книг библиотеки посещают часто. Отдает предпочтение мемуарам и биографиям исторических личностей. Сегодня принесла детскую литературу. Дочь Виорики уже выросла, пора передать любимой книге другим. Выбросить – рука не поднимается. Думаю, может кому-нибудь пригодится, чтобы просто возьмут, почитают детям. Потому что все-таки старая литература, она еще как бы интересная. Полки для буккроссинга можно найти почти в любой библиотеке – в торгово-развлекательном центре «Мега» и в парке имени Толстого. В скором времени их обещают установить еще и во всех парках округа. Тогда читающих людей на улицах станет еще больше. А что же читают химчане? В честь дня книголюбов мы попросили жителей рассказать о своих любимых книгах. Читать люблю. Люблю фантастику. Люблю более такие детективы. То есть, там, вот Шерлок Холмс люблю книгу читать. Сейчас начинаю читать книги на английском более, потому что по школьной программе нужно английский более подтягивать. Последнее, что из моих прочитанных – это Рейд Брэдбери. Да, очень нравится писатель, фантаст. Вот. Сюжеты у него всегда замечательные, позитивно влияют на мышление. Мне нравится. В основном заполнился хатабыч. Длинная тарелка стоит на шести слонах, а те шесть слонов стоят на одной большой черепахе. Вот это мне бы все заполнилось. В переплете электронная или аудиокнига. Каждый выбирает для себя. В любом случае это увлечение не требует особенной подготовки, экипировки и затрат. Лишь свободное время и желание провести его интересно и с пользой. Ксения Брэгина, Дмитрий Бадыров, Служба новостей.